Снимаю тихо и без слов. Сейчас у них такая беседа была, я не успела снять. Аслан, ты же сейчас раздавишь Зихрашку. Сейчас плюхнешься своей попой на нее. И что потом будет? Иди сюда, сюда, сюда. О чем вы тут беседовали? О чем беседовали с Зихрашкой? О чем разговаривали? А? Маме тоже расскажи? Зихра, что он тебе говорил? Уговаривал сбежать с бассейна? Да? Нет. За тобой уже глаз да глаз нужен. Он уже все, он уже во все комнаты ползет, двери уже открывает, когда они не до конца закрыты. Уже все. А она у меня еще девочка воспитанная, да. Он пытается ее с путеверного сбить. Да, мамень, ты пытаешься сбить ее? Так, мама, пойду кушать делать. Вам кушать готовить пойду, мама. А ты жди в бассейне. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас понедельник, 13 мая. И сегодня мы утром ходили делать детям МРТ. Всю ночь не спали ни я, ни дети. Вчера вечером мы выехали в город, чтобы они вечером поспали на улице, хотя бы до часу, до 12 ночи. Нет. Мои дети на улице вчера не спали вообще. Такое было первый раз за вот эти 9,5 месяцев. Первый раз такое. Я сынули пыталась укачать ровно 2 часа на руках. Такого никогда не было, даже когда у него были колики и так далее. Это был первый, знаете, первый такой звоночек. Я уже тогда, когда мы где-то 12 ночи домой приехали, я уже тогда под мужу говорю, я говорю, такого никогда не было, чтобы дети мои не спали. Как они внимательно слушают. Уставшие, сонные. Такого никогда не было. Приехали домой, я думала, хотя бы дома часик-два они поспят. До 2 часов ночи мы не могли уложить детей спать. Да, я рассказываю про тебя, как ты тебя вчера вела. До 2 часов ночи не могли уложить спать. Где-то к 2 часам ночи ели, как у нас это получилось. Я оставила деток и мужа поспать. Ровно в 3 часа я их обоих разбудила. Потому что, ну вообще, чтобы они не спали, я не могла, мне было их настолько жалко, хотя бы час дала им поспать. Ровно в 3 часа ночи я их разбудила. И до утра мы с детьми играли, болтали и так далее. Не плакали, они вели себя, в принципе, нормально. Ночью, ну, естественно, были сонные, чуть-чуть мыли и всё. Утром где-то в 7 часов мы выехали. На 8 часов утра у нас было назначено МРТ. И в 8 часов утра должны были дать им, смотря на их состояние, на то, насколько они сонные, посмотреть, давать им лекарства или нет снотворные. Мы приехали где-то половину восьмого в клинику. Оба ребёнка спали. Оба ребёнка уснули. Их невозможно было разбудить. Просто невозможно было разбудить. Уснули у ребёнка. Лекарства не было. Мы сели ждать, когда откроется аптека, которая прикреплена, видимо, к этой частной клинике. Сказали, что 8 откроется. 8 открылась. Какая-то из работниц пришла, не пришла. Именно та, у которой ключи именно от этих препаратов. Вот. Ждали её мы ровно до 9 часов. Где-то половину девятого я уже мужу сказала. Если в течение 15-20 минут не придёт, то не будем делать. Он, естественно, согласился хорошо. Хорошо сказал. Без 5-9. Без 5-9 было ровно, когда принесли лекарства. И именно в этот момент, когда принесли лекарства, с криком проснулся сын. Проснулся ребёнок, которого невозможно было разбудить. Вы знаете, это уже был последний звоночек. Ну, ночью детей невозможно было на улицу уложить. Какой было первый раз. Не пришёл работник аптеки вовремя. Не пришёл. Это два. И третье, то, что ребёнок проснулся с криком именно в тот момент, когда принесли лекарства. Это был третий звонок. И я передумала делать МРТ. Мы не сделали МРТ детям. Я не знаю. В принципе, показаний никаких не было у моих детей. Это было моё личное желание проверить полностью своих детей. Всё, что мне писали ЭЭГ, мы делали в Махачкале. Проверяли. Потом электро... УЗИ тоже делали несколько раз. Поэтому всё, что можно было сделать, я своим детям недоношенным сделала. Всё проверила. МРТ оставалось не сделанным. Мы ещё в Дагестане думали его сделать. Потом что-то отложили. И здесь я у педиатра просила направление. Она сказала, что нет, в принципе, необходимости. И не давала нам направление. А вот последний раз, когда мы пришли с синячками, я просила, просила. И она согласилась всё-таки дать направление. И Захри заодно дала. Но показаний у нас не было. Поэтому я вот так вот с лёгкостью отказалась от МРТ. И, знаете, я не жалею, что отказалась, в принципе. Солнышко! Почему не жалею? Не потому, что я считаю, что МРТ это очень вредно. Нет, это не вредно. Процедура абсолютно не... Ау, не вредная. Потому что из-за препарата снотворного, который должны были дать моим детям. Вот это меня очень смущало. Там... Ай, мамина еду, она там... Шнурочка-то запуталась. Ай, сынули, подожди, мама, шнурочки уберу. Ты запуталась, что ли? Дай, маму, уберу их. Ого, во что они их превратили? Всё-всё-всё, в куча. Вот так вот, мои хорошие. Так что не переживайте. МРТ своим деткам мы не делали. Даже если бы и сделали... Сама процедура, она безопасна. Опасен, конечно же, наркоз. Но наркоз я и не собиралась своим детям делать абсолютно. У меня даже не было такой идеи делать наркоз. Ой, у меня же там гречка варится. Сынуля, у мамы там каша варится для вас. Так что вот так вот. Переживать не надо. Всё хорошо. Единственное, что мы все сонные. И у них сбился, получается, теперь... Какой-никакой, который был режим, он сбился. Так, всё сварилось. Они, когда домой пришли, поспали буквально полтора-два часа. И всё, сейчас они сонные. Они хотят очень спать, но не засыпают. Я не знаю, как будет вечером. Я постараюсь вернуть их к тому режиму, который у них был. Всем огромное спасибо, кто переживал за моих деток. Искренне переживали. Были такие, естественно, были такие, которые язвили. Ну как же упустить такой момент? Они, как обычно, посланы в далёкое путешествие на хутор за бабочками. Поэтому всем, кто искренне переживал, спасибо вам большое. Спасибо. Что остутилось? Вот она хочет спать, и ничего с этим не поделаешь. Она не засыпает. Я её пыталась и на руках укачать, и в кроватке, и с музыкой, и без. Ребёнок не засыпает. Наверное, она должна очень-очень сильно устать и заснуть. Сейчас попробую дать бутылочку со смесью. Может быть, с бутылочкой она заснёт. Раньше, по крайней мере, засыпала с бутылочкой. Не знаю. Вот так вот. Вот моё желание проверить лишний раз детей привело вот такое состояние моих деток. Стали капризные-капризные. Ну ничего, придётся перетерпеть это тоже. Всем-всего хорошего. Пока-пока. Привет, мои хорошие. Сегодня у нас вторник, и мы целый день дома. Я спала практически до 12 часов дня. Утром проснулась дочь, часов 9, наверное. Я покормила их обоих, и сына и дочь покормила. И дальше уже муж забрал дочь в зал и оставил меня выспаться. До 12 часов дня я спала. Это просто кайф. Я выспалась, наконец-то. Целый день дома. Занималась домашними делами, детками. Ну всё как обычно. Приходила Светочка. Со Светочкой поболтали. Сейчас готовила детям пюре с мясом. И сварила яблоко и морковь. Я часто даю детям яблоко и морковь, витаминки. Так, покажу, как я делаю пюре с мясом. Вот такие простые элементарные вещи, но у меня всё равно спрашивают, как вы делаете это, как вы делаете это. Сейчас покажу. Вот, отдельно у меня здесь фарш. Отдельно сварила фарш. Фарш закипел, слила воду и варила ещё где-то минут 5-10, наверное. Отдельно варила морковь, ой, морковь или картошку. Потом соединила всё и вот вместе доварила. Сейчас буду вот так вот вилочкой измельчать. И сливочное масло, кусочек, но у меня буйволинное масло. Измельчаете и всё, пюре готово. А фрукты я варю вот в турке. Почему так? Потому что мне удобно сюда блендер запускать. И не брызгается в разные стороны. Здесь внизу у меня морковь. Наверху яблоко. Девочки писали, что зачем вы варите фрукты и так далее. Что яблоко можно и не варёным. И да, конечно, можно. Я даю яблоко через тёрочку с грушей или с бананом. Но когда с морковкой, то я их варю вместе. Так как моркови так и так варить приходится. Думаю, почему бы не сварить и яблоко. Вкус всё равно другой бывает. Даю и в сыром, и в варёном виде. Нам не принципиально. И то, и другое мы едим. Вот так вот, мои хорошие. Погода у нас сегодня хорошая. А на улице хоть солнца нет, но очень тепло. Света пришла, сказала, что 30 градусов на улице. Я ей верю на слово, потому что тепло. Очень тепло, хорошо. Такс. Тут всё зацвело. Тут всё зелёное у нас. Всё хорошо, но вот эта вот крыша... Это трансформаторная будка, что ли. По-моему, да. Кстати, мои первые цветы на день мамы. Эти цветы подарил мне племянник мужа. Приятно. Они пахнут. Я не люблю обычные цветы, которые не пахнут. Люблю только лишь цветы, которые пахнут. Вот такие вот дела, мои хорошие. Всем всего хорошего. Чё? Чё будем делать? М? Что будем делать? Ты моё сокровище. Самый хороший мальчик у меня растёт. Самый умный. Самый смышлёный. Самый лучший на свете. Да, мамина. Мы уже хотим стоять вот так вот самостоятельно. Он становится возле дивана и отпускает диван. Хочет стоять без помощи. Представляете? Да, мамина? Да, мои сокровища. Да, мамин сладкий. Держись за мамочку. Не надо. Самостоятельно. А, 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 ещё рано. Ага, ага. Вот так, вот так на попочку садимся. Молодец. Доча спит. Ай, маминя. Самый сладкий. Самый, самый сладкий мой мальчик. А-а-а-а. Да, вот папа присыл. Ты слышишь, папа идёт? Папа идёт. Слышишь, да? Папа пришёл. Что там папа принёс? Интересно. А? Что принёс папа? Папа пошёл в ванную. А-а-а. Ай. 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 Ай, солнышко. Пойди пуйся-пуйся. А? А вот и папа в лесу. нам срочно нужен телефон мамин телефон и все что не является игрушками нам срочно нужно это очень хорошо мы снова выходим Ассене это огромный человек это огромный человек это огромный человек срочно срочно Ладно забивай с меня Оля Оля бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ